Рулетка на колебана Рулетка на колебан И в полном разгаре Зимний аукцион Именно поэтому я не готов крутить данную рулетку у себя на основном аккаунте Делать будем это на твинке Выпадет, не выпадет, не имеет значения Все равно перейдем на пресс-аккаунт И там колебаном выкатим из ангара Ну что, давайте попытаемся несколько раз прокрутить Понятное дело, что на полную крутить рулетку я не собираюсь Может быть и занялся бы этим Если бы имел такое количество голды Как необходимо для рулетки На основном аккаунте И где-нибудь в средине года, когда нет аукциона Ну что, две тысячи свободки Ну в принципе я могу сказать так За двадцать голды Две тысячи свободки по-моему неплохо Единственное что У нас еще есть возможность забрать три раза По пятьдесят тысяч серебром И это прям совсем уныние безобразное Ничего себе Я еще и контейнер собери Их все открою Ну ладно, давайте посмотрим Глядишь, сейчас отсюда колебана достану И вообще мучиться не будем Нет, ребят, не выпал Не выпал ни колебан Ни кто-либо вообще другой Крутим за 75 Вообще, ребят, напоминаю всем Что желательно все-таки рулетки Изначально определяться Как будете крутить Будете крутить буквально несколько раз Или будете крутить на полную И ставьте для себя обязательно рамку того Когда вы планируете остановиться То есть ставьте себе, допустим Не более чем в моем случае До пятнадцати тысяч я опущусь И дальше не кручу Я говорю это зачем Потому что потом оно засасывает Потом становится обидно Неприятно, что не выпало Я уже столько потратил И начинают люди докручивать И в итоге забирают себе машину За такую стоимость За которую можно было бы и не брать Слушайте, ну неплохо Неплохо Тайп пятьдесят девятый Восьмерка Вообще, можно сказать Жир Реальный жир Я, честно говоря, не ожидал такого От рулетки И в частности от того, что из контейнера Мне что-то сейчас выпадет Ну, дальше, понятное дело Ни на что не рассчитываю На что там можно рассчитывать Если игра уже один раз тебе машину подарила Ну, навряд ли будет еще один фарт Такой неимоверный Так, забираем Едем дальше Что касается Моего предела по прокрутам То я остаюсь на своей позиции Ниже пятнадцати тысяч Я не опускаюсь Не хочу тратить больше голды Даже с учетом того, что мне восьмерка выпала Я не считаю за целесообразное Сливать голду Может как-то потом На что-нибудь Более интересное Такс Ну и в принципе можно еще один раз Крутнуть Я говорил, что не буду опускаться Но здесь разница не такая уж и большая Давайте еще раз крутнем Возвращаемся в хранилище Открываем мистики Которые мы получили Сейчас бац И колебаны Я такой со стула Гэп Нет Колебана нет Очень дорого Мне сейчас Достались вот эти Пятьдесят тысяч кредитов Но слушайте Я забрал восьмерку Это действительно круто Я не ожидал Вот серьезно Я сейчас начинаю думать Блин, а зачем я это сделал Может надо было все-таки Это делать у себя На основном аккаунте Такс Сейчас подгружается хранилище Плоховато работает оно у меня Не знаю почему Так, палец вверх Ну и вот эти три Мистических контейнера Поехали Быстро открываем мистики И на пресс-аккаунт Катать колебаны 100 голды Еще 100 голды То есть в принципе Я вернулся к той планке К которой я и хотел прийти Не опускаться ниже Ну все Окей Выходим Что у нас получается У нас получается Восьмерка полученная В принципе на халяву У нас получается Придержанная планка По тому Насколько сливаем Голду в рулетке Ну и перепрыгиваем На пресс-аккаунт Покатаем колебанчиков Такс Ну что Давайте будем заценивать Зацениваем Как обычно Сначала орудие Потом перепрыгнем Посмотрим на его броню Которой у него нет Посмотрим на сравнение С другими машинами Ну и понятное дело Поедем покатаемся Что касается орудия Орудие реально уникальное Реально удивительное При том что у меня Оборудование в двух слотах Установлено на улучшение сведения При этом все Время сведения Составляет Грубо говоря 6 секунд Короче Просто безобразная чума То же самое касается И разброса То же самое касается И ДПМ Потому что этот ДПМ Самый нижний на уровне Реально нет ни одного Тяжелого танка У которого ДПМ Был бы хуже При этом всем У нас самое худшее Время перезарядки На уровне Практически 19 секунд С учетом того Что у нас В оборудовании Установлен досылатель Но ребят При этом всем Дальше переходим К позитивам Позитивы у нас Следующие У нас есть Осколочно-фугасные Которые пробивают 170 миллиметров И это такие себе Хэш-фугасы Которые на восьмом уровне Закидывают Умопоморщительные 860 единиц Альфы Это самый высокий Показатель урона На уровне Среди тяжелых танков Ну и что касается Базового снаряда То здесь у нас Бронебойные Которые пробивают 218 И при этом Всем наносят 580 единиц урона Что тоже Крайне крутой показатель Стоит отметить Что угол склонения Орудия вниз Минус 8 Предназначен Исключительно для того Чтобы на неровностях Удобнее было отыгрывать В основном Желательно данную тачку Играть Где-нибудь На направлениях Легких Или средних танков Потому что Против тяжей Делать ему С вот этой вот Броней Просто нечего При этом Всем ребят Танковать особо Нечем И даже Средние легкие танки Будут вполне Спокойно вас пробивать Как видите Броня здесь ребят Исключительно От танчика Среднего Не от тяжа Однозначно Что касается Сравнения С другими машинами Я убрал отсюда Ребят Которые с барабанами Ну для того Чтобы в принципе Сравнение честным было И теперь давайте Будем смотреть ДПМ Ниже Плинтуса Хуже Просто ни у кого Нет как вы видите Нет ни одной тачки Хотя у нас Огромное количество Тяжелых танков На восьмом уровне Кто мог бы быть Хуже по уровню ДПМ Что касается Альфы Ну здесь наоборот Мы на первом месте С существенным отрывом 580 единиц И это на базовом снаряде Это не на хэшфугасе И как вы видите По таблице Нет ни одного танка Который мог бы Хотя бы Ну вплотную Приблизиться К такому уровню урона За один выстрел При этом все Мы опять возвращаемся К чему нибудь Самому худшему В этой машине Это время перезарядки Вся Вся реально Таблица Она сияет Просто ярким Зеленым цветом Потому что Все танки На восьмом уровне Имеют гораздо круче Время перезарядки И перезаряжаются Гораздо быстрее Вы что-то там говорили По поводу того Что 14 секунд На ВК 100-01 Это плохо Поиграйте на колебании С перезарядкой Практически 19 секунд То же самое Касается и многих Других показателей Скорости у него Я бы сказал нет 30 вперед И 14 назад Короче Такой себе унылый картон В отношении передвижения Но Крутое орудие Вам в помощь Для того чтобы набрасывать Мега Мега просто Урон Хэшфугасами По средним И легким танкам Что касается Процента по победам 53% я считаю Вполне себе Приемлемый Нормальный показатель С учетом того Что на данной машине Играло практически Полтысячи людей За последнее время И с учетом его картонности Они все равно Довольно таки Неплохо побеждали Ну что Берем Нашего монстра По другому его не назовешь Ну и Поехали в бой Итак друзья Погнали Хотя погнали Наверное Очень громкое слово Ну как Смотря с кем сравнивать Если относиться к нему Как к тяжелому танку То можно сказать Что он едет В принципе нормально А вот если вспомнить о том Что у него абсолютно нет брони И по большому счету Мы средний танк А не тяжелый И имеем название Тяжелого танка Сугубо номинально То сразу становится Понятным Что данная подвижность Ну явно ему Ну скажем так Не способствует К тому чтобы чувствовать себя В боях комфортно Время сведения Мать моя женщина Вот сейчас только Оно начало сводиться Ну то есть сначала Ты вот так вот Передвигаешься Едешь 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 Продолжаешь ехать Рановато еще нам останавливаться Ну давайте предположим Что мы остановились И давайте теперь сводиться Да пока ты сведешься Блин Тебя сорок раз разберут Короче говоря Это реально Танк Из разряда Что-то непонятное Почему говорю Именно так О нем Потому что С одной стороны Ты вроде бы Называешься Тяжелым танком С другой стороны Ты вроде бы ПТшка С третьей стороны Ты вроде бы СТ И все это Короче Не является Однозначной Правдой Ни про одну Из классов техники Да то есть Ни один из классов техники На данную машину Четко Навесить у тебя Не получится Я сейчас Очень круто Накинул ПТшки Вражеские Это факт Но давайте Будем говорить Откровенно Во первых Сводился Я Ну не знаю Блин Пока блевать Не потянуло Уж простите По другому Не назову Второе То что меня Очень сильно Удручает В этой машине Скорость Полета снаряда Вы сами видели С какой скоростью Снаряд Летел в сторону Соперника И реально Можно отследить Не просто Траекторию Полета Снаряда А можно В принципе Книжку там Почитать Можно На кухню Сходить Кофейка себе Какого нибудь Заварить Короче говоря В этом отношении Вообще Прям уныло И неприятно При этом Все Когда все таки Снаряд Долетел до соперника И соответственно Нанес свой Умопомрачительный урон От этого Стало на душе Как то тепло И приятно Короче говоря Для меня лично Колебан Это что то Такое Знаете Непонятное Не от мира сего И в принципе Вообще Ничем Несравнимое Вот до сих пор Продолжаю Перезаряжаться Уже сколько времени Прошло Сейчас буду Прям совсем С большим Упреждением Но Не успела Не успела Вражеская ПТ Спуститься туда Куда мне надо было А я все Продолжал сводиться А я все Ожидал что А вдруг А вдруг У меня сейчас Что то получится Ладно Поехали Если успеем Может еще В кейлера Одну какую то Тычку закинем Хотя боюсь Что навряд ли Мы это Успеем сделать Но мало ли Чем черт не шутит Может боженька Поможет Поехали Нет Ну не отходи Пожалуйста Мне очень надо В тебя Сначала Свестись Ладно Бросил уже Без сведения Знаете Вот чисто на фарт Что называется Потому что По другому Вообще бы его Никак не выцелил Именно из-за этого Решил рискнуть Ну такая вот победа Короче Благодаря кому победа Ну навряд ли Прям благодаря Колебану Ну вот серьезно Потому что По большому счету За бой Я сделал буквально Несколько выстрелов Да Они были там С неплохим уроном Но все равно Сказать что прям Совсем как то так Вот Феерический бой Прошел Но я бы не сказал Что я реально Был результативен 1360 единиц урона Два уничтоженных Соперника Именно благодаря Большому Большому Количеству Альфы Которые вы закидываете За выстрел Поэтому получилось Добирать Ну и я в нашей команде Средняков Ну вот как то Приблизительно так Ну что Давайте сейчас Поставим лайкосы И обязательно Бросимся Еще в одну Каточку Так Вроде бы всех Похвалили Кто этого заслуживал Поехали еще раз Так Ну в принципе Как и в прошлом бою Сразу Сразу На направлении Легких средних танков С тяжами нам делать нечего Время перезарядки Умопомрачительно Огромное Полная картонность И полное отсутствие Живучести у машины Ну в принципе Вынуждают тебя Находиться именно На направлении Куда как правило Приезжают машины С худшим уровнем Бронирования Ну и соответственно Там у нас Есть гораздо больше Шансов реализовать Свои вот эти вот Словно известные В отношении Калибана Хэш-фугасы В принципе Эта машина Она и И предназначена Для того Чтобы только На этих Хэш-фугасах Та и отыгрывать Ну давай Ну сведись ты уже Я уже две тычки Получаю Взамен Отбрасываю одну Да Пускай я Закинул Больше урона За один выстрел Нежели в меня Прилетело за два раза Но все таки Ребят Давайте представим себе Игровую ситуацию В которой Сейчас бы Тигр там был не один А допустим Было двое соперников Ну и соответственно За время пока Я бы сводился Пытаясь кого-то Из них выцелить И благо Что тигр хотя бы На месте Еще продолжал При этом стоять Ну то есть Всячески да Способствовал мне В том Чтобы я в него попал Короче говоря За это время Я бы вполне спокойно Получил Несколько тычек Ну и соответственно Размен был бы Ну прям Совсем не в мою пользу Опять таки Взеха Да Вот сейчас стоит Может быть На какой-то другой машине Я и попытался С Взехой Потягаться Повыцеливал бы Ее как-то Но Колебан Однозначно Не тот танк На котором Ты можешь себе Это позволить У тебя нет Нет на это Никакого ни права Ни возможности Право В принципе Ты имеешь Но реализовать Это право У тебя не получится Так Подключаем Адреналин Так Хэш-фугасами Здесь делать нечего Будем просто Откидывать Базовыми Но работу Работу ребят Хэш-фугасов Вы по-моему Только что видели Когда я В ПТ-ху Вз-120 Закинул 700 с копейками Это и есть Как раз Работа Хэш-фугасов То чем В принципе Танчики славятся Именно за это Его многие хотят Именно за это Его многие любят Я бы может Тоже хотел себе Его заиметь И честно говоря Покрутил бы Наверное рулеточку На полную Как я уже сказал Если бы не было Сейчас зимнего аукциона Для себя я понимаю Что скорее всего Как обычно Для меня Машина выпадет Мне Исключительно Где-то там В самом конце Ну и соответственно Я за танк Заплачу в районе 16 тысяч Ну пускай даже 13 За 13 тысяч Я на зимнем аукционе Сейчас могу взять себе На основу Несколько танков В том числе И редкие Какие-то танки Танки О которых я мечтал Короче говоря Ну скажем так Рулетка классная Выгодная Финансово Можно сказать С натяжкой Если сравнивать С рулетками Рулетками Которые были По 20 С копейками Тысяч Но к сожалению Абсолютно Не своевременная Вот так вот Разработчики Как мне кажется Пытаются Нас потихонечку Подталкивать К приобретению Голды Ну давайте Будем называть вещи Своими именами Понятное дело Что многие игроки Захотят рулетку Покрутить А там на зимнем аукционе Новые танчики Появились Которые тоже Хотелось бы взять А еще и ценник Там очень сладкий Хоть береда облизывай Ну и соответственно Начинаем донатить 2850 единиц урона Что в принципе Довольно таки Неплохо Что касается Результатов По фарму Ребят Это восьмерка Которая фармит Довольно таки Неплохо Не могу сказать Что это прям Топ фармер Но зарабатывать На нем Реально можно 35 тысяч И 63 700 С учетом того Что у меня Есть активированный Прем аккаунт Что касается Моей результативности В команде Понятное дело Что первое место Существенным отрывом Как в отношении Своих союзников Так и соответственно В отношении Своих соперников Короче говоря В отношении урона Калибан Действительно Тачка Ну прям Просто зверская Зверская До безобразия И наверное Обычными словами Такое объяснить нельзя То есть Объяснению Я бы сказал Даже Не подлежит Но С другой стороны Калибана Вы сможете реализовать Только если будете Находиться Плюс-минус Вдалеке От своих соперников Научитесь играть На картонной машине Ну и в принципе Если вам Такой геймплей На тяжелом танке Подходит Тогда да Тогда Калибан Специально для вас Создан Я побежал Снимать следующее видео Ну а вам Друзья мои Мира И обязательно Спокойствие Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok